Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на нашем канале MaxNaveShop. Сегодня хотелось бы поговорить об изделии, которое уже фигурировало на моем канале. Видео называется 100 грамм лютого реза. Сегодня я расскажу, покажу, объясню, что, зачем и почему. Конечный вариант в трех вариантах комплектации, скажем так, в трех конструктивных особенностях. Это нож Хамелеон. Данное изделие чуть-чуть прибавило в массе. На сегодняшний день масса его составляет до 165 грамм. Но, обратите внимание на его размеры, как по мне, это не особо-то и критично. Потому что все его сородичи, вот, примерные там похожие ножи, они гораздо тяжелее. Не каждый складной нож на сегодняшний день весит 165 грамм. Сейчас посмотрим, что у нас там. Ну, вот этот 163 даже. Значит, в базовой комплектации у нас данное изделие идет из кованой стали Х12МФ. Здесь 60 единиц по шкале Роквелла, твердость. Больстер выполнен из стеклотик Столита G10. Стабилизированная карельская береза на рукояти. Довольно-таки приличный хвостовик, несмотря на то, что монтаж у нас с одной здесь. Хвостовик здесь порядка 7-9 сантиметров. 70-90 миллиметров. Значит, чего бы хотелось коснуться. Значит, в данном изделии радикальная доработка была заключена в том, что была вот эта вот подпальцевая выемка, она стала крайне-крайне выраженной. Для чего это было сделано? Большинство пользователей на самом деле не являются фанатами каких-либо гард, здоровенных упоров и так далее и тому подобное. И я, кстати говоря, отчасти отношусь именно к этой категории людей. Но это отдельная история. И данная выемка подпальцевая, она на самом деле в данном изделии играет роль упора. То есть при каком-то поступательном движении, при давлении, соответственно, у меня вот эти пальцы, они по-любому будут задержаны. Несмотря на то, что там, неважно, рукоятка будет мокрая или сухая, в любом случае, это послужит стопором, что уменьшит вероятность соскальзывания пальцев на режущую кромку. В совокупности на выходе что мы получаем вообще по большому счету с такой массой, с таким железом, с геометрией, здесь прямые спуски и толщина сведения здесь 0,3 миллиметра, дорогие друзья. Мы получаем очень мощный, резучий, вот лютый резак, вот, которым можно работать долгие-долгие-долгие часы напролет, на самом деле не чувствуя какой-то серьезной усталости в руке. Причем я реально такие отзывы получал. Один наш подписчик тире клиент, он мне так и писал, что я несколько часов над ножом работал, вот, а разбирал и, ну, собственно говоря, не устал. Вот. Значит, этот вариант у нас идет под правшу, под левшу. Также есть вариант, обратите внимание, это праворуки вариант, и здесь у нас вот такой вот упор выполнен, то есть здесь бойстер адаптирован под упор. И обратите также внимание, то, что, чем отличается именно праворуки. Видите, вот это вот брюшко мне ложится как раз-таки в ладонь. По предзаказу можно сделать и леворуки вариант, дорогие друзья. и вот такой вот вариант. Он тоже праворукий, но совсем без упора. То есть, можно заказать двурукий хамелеон, можно под правшу, можно под левшу, можно под правшу, под левшу еще и с упором. Вот. А там уже делайте выводы и принимайте решение, каким именно ножом вам будет работать предпочтительней. Сразу хочу сказать, что зайдет не только в личное пользование, но и как на подарок, потому что на самом деле изделие, казалось бы, классическое, но со своей изюминкой, вот, со своими особенностями, со своей оригинальностью, опять же, ну, праворуки, леворуки. Вот. Поэтому на подарок тоже зайдет там однозначно, если будете, например, где-то там в походе либо на охоте, привлечете к себе внимание. Это безусловно. Ну и нож ультрапрактичный, легкий и крайне резучий. Вот. Поэтому рекомендую присмотреться вот к этому изделию. Нож очень интересный получился. И, на мой взгляд, вот эта доработка с яркой вот этой вот подпальцевой тыльной выемкой, она очень пришлась этому ножу. Вот. Такой вот хамелеон уже в конечном доработанном варианте, дорогие друзья. Я полный ТТХ. Вот. Наверное, выложу. Ссылка будет к закрепленным комментарий. Вот. А так, благодарю всех за внимание. Пишите ваши комментарии. Ну, естественно, лайки, подписка приветствуются. Как обычно, всем добрых ножей, хорошего реза, дорогие друзья. До скорых встреч. Всем пока.